Талант стихосложения в Иване Рудакове проснулся еще в раннем детстве. Где и чем бы ни занимался, Иван Васильевич муза не покидал его никогда. Несмотря на тонкую натуру, он более 25 лет отдал служению в космических войсках. Подполковник в отставке Иван Рудаков много лет отработал в космической отрасли, но был поэтом по жизни. 14 лет Иван Васильевич руководил словом, так называлось литературное объединение. Последние 12 лет жизни Иван Рудаков руководил этим объединением. Под его председательством было издано несчитанное количество альманахов, юбилейных сборников. Долгое время он был автором ряда творческих проектов на Щелковском телевидении, в частности, поэтический этюд, который давал местным поэтам шанс выразить себя. Званием и наградам, полученным Иваном Васильевичем, можно позавидовать. Он входил в состав Союза писателей России, правления областной организации Союза писателей, был членом-корреспондентом Академии российской словесности, а также неоднократным лауреатом престижных литературных премий. И это неудивительно, ведь из-под пера поэта выходили прекрасные строки про жизнь, искусство, родину. Много стихотворений Иван Рудаков посвятил дорогим ему людям. Не забыл и про место, ставшее для него поистине родным. Песня о Щелкове стала гимном Щелковского района. Иван Васильевич сумел собрать вместе непростые творческие характеры. 15 человек его усилиями приняли в Союз писателей. Он не раз удостаивался дипломов лучшего руководителя. Это не считая множества других литературных наград. Поэтическое наследство Ивана Рудакова принадлежит людям. Теперь у нас есть песня о Щелкове, ставшая гимном и визитной карточкой района, марш космонавтов, песня о Щелковском крае, о Третьей школе, о Медвежьих озерах, о Загорянке и многие другие.